Куйбышев и Ленинград, Самара и Санкт-Петербург. Ученики музыкальной школы имени Глинки с города на Неве приехали в наш город, чтобы дать концерт «Наследники Победы», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На малой сцене театра оперы и балета детский симфонический оркестр «Резонанс» из Санкт-Петербурга. Ребята учатся в школе искусств имени Михаила Глинки. В Самаре также работает школа, носящая имя этого композитора. Совместно они устроили для горожан бесплатный концерт «Наследники Победы». Песни военных лет, музыка военных лет, музыка петербургских композиторов. Это уже давно стало достоянием всей России. Подготовка концерта ушла целый год. Репертуар подбирали тщательно, репетировали два коллектива отдельно, каждый в своем городе. Совместно удалось сыграть лишь один раз, за пару часов до концерта. Кульминацией выступления стало исполнение легендарной песни «День Победы». В сопровождении оркестра Санкт-Петербурга наш хор объединенный и солист Андрей Антонов, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Самарской области. Вот выступление с таким мастером на сцене, безусловное украшение нашего мероприятия. Открывали концерт директора школ искусств двух городов – Самара и Санкт-Петербурга. Представитель городской думы, областной министр культуры и заместитель департамента культуры Самары. Говорили о войне, о подвигах на передовой и в тылу, о жизни в блокадном Ленинграде и в запасной столице Куйбышеве. Передали приветствие от губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной. Мы гордимся поколением, которое отстояло свободу и независимость нашей страны. От имени администрации городского округа Самары и от себя лично хочу поблагодарить участников проекта за уникальную возможность показать духовную связь поколений городов Самары Куйбышева и Санкт-Петербурга Ленинграда. Этот уникальный проект объединен не только коллективы двух старейших школ искусств России, которые носят имя великого русского композитора Михаила Ивановича Клинки. Проект стал связующим мостом, который силой музыкального искусства воссоздает нашу общую историю, историю города-героя Ленинграда и города Куйбышева, запасной столицы Советского Союза, укрепляет духовную связь и преемственность поколений. На сцене звучали произведения русских и зарубежных композиторов. Перед зрителями выступали не только юные музыканты, но и их наставники. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События.